Добрый день! Как вы поживаете? Это добрый для вас день? Хорошо поживаете? Кто еще не знает, как меня зовут, хочу представиться. Меня зовут Майк. Я приехал сюда с другими американцами, чтобы вместе здесь с вами побыть. Мы уже побыли в разных городах, уже практически вторую неделю здесь добывали. Общаемся с людьми из разных церквей. Ездили также в детский лагерь. Ходили по улицам, говорили людям об Иисусе. И теперь мы очень благословены тем, что мы среди вас. Я сюда, в Россию, приезжаю уже в четвертый раз. И когда я сюда приезжаю, каждый раз мы думаем, все, сейчас приедем, подбодрим людей из русских церквей, ободрим их на труд. Но, как я уже делился с пастором Виталием из Нововоронежа, уж кто кого ободряет, так это вы и нас. Ваша вера, ваше сердце, это все просто согревает мое сердце. Я хотел бы сегодня с вами поделиться проповедью о том, что значит быть призванным. Кого Бог призывает на свой труд? Кого Он избирает? Если мы откроем с вами... Давайте откроем 15 главу Евангелия Теана, 16 стих. Не вы меня избрали. Я избрал вас и поставил вас, чтобы вы шли и плод приносили. И мы с вами были избраны не для того, чтобы приносить плоды, имеющие значение только в этой земной жизни, но мы с вами избраны, чтобы приносить плод, который будет пребывать вечно. И если мы посмотрим на стих 19, Иисус говорит, Если бы вы от мира были, мир любил бы свое. А так как вы не от мира, но Я избрал вас от мира. Поэтому ненавидит вас мир. И Библия говорит нам о великих мужах и женщинах, которые были избраны Богом для того, чтобы служить Ему. Моисей был избран для того, чтобы вывезти израильский народ из Египта. И также он в течение 40 лет ввел народ израильский по пустыне. Но вы знаете, когда Бог призвал его в первый раз, что ему Моисей ответил? Он говорит, Господи, ты, наверное, ошибаешься. Я не красноречив, я простой человек. Да кто я вообще такой? Девора была призвана. И вы знаете, что под руководством Деворы было совершено, Великая Победа была дарована израильтянам. Она повела 10 тысяч мужчин на битву. А помните, когда царь Давид был призван? Да он просто был молодой человек. И вы знаете, что когда он вышел против Голиафа, он против него шел не со своей силой. И он, конечно же, уже не думал, что он лучший борец, или намного там стратегию знает, как вести битву по сравнению с Голиафом. Он просто знал, что Бог призвал его к этому труду. И поэтому Бог держит исполнение этого труда в своих руках. И вы знаете, что также после этого, еще в течение 40 лет, царь Давид стоял во главе израильского народа. Вспомните Иисуса Навина, который был избран, чтобы покорить Иерихон и привезти народ Божий в землю обетованную. И знаете, будучи образованным в воинском плане человеком, Иисус Навин мог очень много стратегий разработать, как покорить этот город. Но знаете, если Бог призывает вас к какому-то труду, нужно полностью положиться на Бога, полностью уповать только на Него. Поэтому Бог дал Иисусу Навину свой план, как покорить Иерихон, что нужно было обходить его несколько раз, маршировать вокруг города. И на седьмой день нужно было восторбить в трубы, и от этого грома и шума стены Иерихона они упали. И Господь через жизнь этого человека принес великую победу в жизни израильского народа. Вспомните Гидеона, когда он был призван на служение Господу. Он сказал, Господи, да мое колено, оно из малейших колен Манасиных. А я, как бы, самый наименьший из своей семьи. Наверное, Господи, ты не того призываешь, какого-то не того позвал. Но Бог призвал его и сказал, собирай армию. И Гидеон собрал армию 32 тысячи человек. Вот он сколько нашел мужчин, столько и собрал. Но пришел к нему Бог и говорит, слишком много-то Гидеон собрал. И Он сказал, пойди к своему этому народу, у кого ты собрал, и посмотри, кто из них от страха трясется, скажи, до свидания, пусть уходит. 22 тысячи ушли. И осталось у него всего 10 тысяч мужчин. И Господь ему говорит, да нет, у тебя все еще многовато. Он говорит, поведи их в потоку, поставь на колени. Кто будет лакать воду, тот с тобой. Тот от тебя пусть уходит. А тот, кто будет набирать в ладони воду, тот пусть остается. И вот у него сколько осталось всего? 300 человек. И Господь даровал великую победу. Когда мы полагаемся на Бога, когда мы знаем, что это Он, кто ведет нас в этой битве, и только от Него зависит наша победа. Знаете, еще много таких великих мужей Божьих было в Библии. Например, возьмем Новый Завет, Павел, Петр, которые основали церкви. И что вообще объединяет всех этих великих персонажей Библии? Они все были обычные, мужчины и женщины, обыкновенные. Грешники когда-то, как вы, когда-то и мы. Но мы знаем, что мы призваны. Если мы призваны Богом, то мы можем совершить великие, великие дела. Бог призвал нас вести эту битву, и Он поведет нас Сам в ней. Посмотрите еще на великих проповедников. Вы знаете, Бог сразу не призывает человека, не говорит, ты будь там великим проповедником, или великим евангелистом. Или самым там великим певцом, лидером группы прославления. Он просто смотрит на Свой народ, и видит, чье сердце открыто для Него. Он смотрит на тех, кто говорит, Господи, я хочу послужить. Я хочу послужить Тебе, я хочу полностью полагаться на Тебя в своей жизни. И если мы откроем сейчас 1 Петра 2.9, it says, But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, not a nation of Russia, not a great nation of the United States, not a nation of China or any other nation, but a holy nation of God, a people belonging to God, it says that you may declare the praises of Him, who called you out of the darkness and into His wonderful light, чтобы возвестить совершенство призвавшего вас из тьмы в дивный свой свет. Вы знаете, когда Христос вернется, каждый вообще из нас предстанет пред Богом, чтобы дать отчет о прожитой жизни. И Бог не будет вас спрашивать, о, какой ты сильный был, или там, какой ты накачался, какие у тебя мышцы, или какой ты был хорошенький в своей жизни. Когда я предстану пред Господом, я как бы представляю, что Он подходит ко мне и говорит, Майкл, я дал тебе жизни 45 лет. Вот сейчас ему 45. Я дал тебе все ресурсы, которыми ты мог воспользоваться. Вот скажи, из всего того, чем я тебя наделил, что ты сделал для меня, что ты использовал для меня? Что ты сделал для того, чтобы приблизилось Царствие Небесное? И знаете, первые 35 лет моей жизни просто они сгорели. Это было так, ничто. И вы знаете, мой грех, слава Богу, он покрыт, больше он не лежит на мне, он был омыт кровью Иисуса Христа. Но это произошло только в 35 лет, а до 35 лет отношений, таких личных взаимоотношений со Христом у меня не было. Поэтому я ничего не сделал, чтобы положить себе туда, в небесную копилку. И знаете, я отвечаю Богу также за то, что я сделал в течение последних 10 лет. После того, как я уверовал, ответил ли я на призыв Божий, исполнил ли я все то, что Бог призвал меня делать? И я надеюсь, что все еще, если у меня останется в будущем время, я буду исполнять призыв Божий. И Бог скажет мне, войди, верный раб. Вы знаете, у каждого из вас есть духовное дарование, которое Бог вам дал. Кто-то из вас может проповедовать. Кто-то из вас учитель. А кто-то из вас просто очень хорошо умеет вдохновить человека. У кого-то есть дар служения другому человеку. А кто-то из вас действительно сильный воин в молитве. Но Бог призвал вас, каждого, использовать эти дарования для того, чтобы Бог был прославлен. Исайя 6, 8. It says, Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? Говорит, И услышал я голос Господа говорящего, кого мне послать? And whom will go for us? И кто пойдет для нас? Here I am. Я сказал, send me. Вот я, пошли меня. И вы знаете, вот так мы должны отвечать на призыв Господа. Вот я, пошли меня. Пошли меня. Да благословит вас Господь. Спасибо. Благодарим Джозеф, благодарим Майк, всю вашу группу. Мы многого не понимали, но мы видели, что вы искренне прославляете Бога. Пусть Бог благословит вас в вашем служении. Особенно нам понравилась ваша сценка, без слов. Слава Богу.